Часть первая. Деревня. Мрачная тайна. От ОСА через связного Крайза и Каслера узнали о вашем пленении и последующем побеге из замка Вольфенштейн. Смерть агента 1 – это трагедия, но такова наша работа. Паранормальный отдел СС Гиммлера, возглавляемый Хельгей фон Болу, ведет масштабные археологические раскопки на окраине деревни. ОСА удалось перехватить фрагменты хорошо зашифрованных сообщений, направляемых вместо раскопок непосредственно самому Гиммлеру. Но до настоящего момента нам не удалось полностью расшифровать ни одного сообщения. Карр Виллигут, член группы Крайза, ждет в деревне, чтобы передать вам важный предмет. Если это будет возможно, найдите его и получите предмет. Затем направляйтесь согласным инструкциям Каслера, вместо проведения археологических раскопок. И расследуйте ситуацию. Помните, что вы должны собирать всю разведную информацию, которую сможете получить по пути туда. Вы получите новые приказы, как только достигнете места раскопок. Задачи – проникнете в деревню, найдите археологические раскопки, проводимые паранормальным отделом СС. Ну что ж, друзья, доброго времени суток. Это третья часть прохождения возвращения в замок Угнштейн. Мы выбрались. И теперь мы уже находимся в деревне. Вольфбург – это вроде деревня. Церкви недалеко от Вольфбурга. Находится место, где Хельгер фон Болу ведет раскопки. То есть мы продвигаемся туда. Не знаю, это ли деревня или нет, но... В городе... Хотя... Сейчас. Какой он есть, но это мой дом. Мы послушаем, какой видит персонаж. Это, видимо, есть тот дом, в который мы пробрались. Только как мы сюда пробрались, если нет дверей? Дверью. Я не могу сопровождать вас дальше в моем состоянии. Вы должны торопиться. Группа Хельги ведет раскопки на кладбище около города. Вход в склеп находится там. Удачи! Хорошо. И тебе удачи. Так, на чем я остановился? Что я не знаю. Но есть город... Вольфбург. Окруженный город в Германии. В земле в Нижнесаксонии. В городе располагается штаб-квартира Volkswagen. То есть, если брать реальный замок, то деревня и рядом с ней... То, что примыкает к ней, вот эта деревня, к замку, то есть это может быть... Ну так, реальность? Я не знаю. Ну, подобие чисто такое. Я не знаю, может быть их за создание игр, если они, например, применяют реальные города, Да, запрещено ли это законом, или это какой-то плагиат будет. Я не знаю. Но, что ж... Мне нравятся эти необычные домики, в принципе. Они выглядят довольно необычно. Они похожи, как из сказки. Вот я вот сколько ни смотрю на архитектуру, вообще не то, что в игре, а вообще Германии. Она... Такие у неё домики необычные и красивые. У них такой необычный дизайн крыши и оригинальные выборы покрытий, что выступают в качестве фокусного, скажем так, центра, притягивающего все взгляды. Действительно, это необычно. Идёшь, если даже себе представить, вот ты идёшь, ты просто по городу, у себя, да, здесь. Где куча многоэтажек, какие-то непонятные коттеджи там. Но это всё обычно такое, как сказать так... Ну, обычное такое прям просторе. А смотря вот на ихние дома в Германии, можно действительно увидеть что-то новое. То есть, необычные домики у них такие. И это хорошо, что они, в принципе, в игре тоже ничем не изменяют. То есть, хорошо, что они в игру их запустили как-то. Что нам сейчас дадут? Это и есть тот предмет, который нам должны дать. Это стенд с глушителем. Не знаю, как вам, но мне стенд с глушителем очень нравится. Хоть он в этой игре и очень сильно перегревается. По-моему, 9 выстрелов и перегрев. Но она так выглядит, это оружие так выглядит необычно. Я бы даже сказал, как-то стильно. Что ж, продолжаем проходить. Мы уже подходим к месту раскопок. Только здесь тоже есть некоторые секретные места. Только на них надо запрыгнуть. Я не помню, сюда или запрыгнуть, или куда. В общем... В общем, они здесь есть. Это даже в таком игровом мире, как... Как эта игра. Даже улицы и дома смотрятся действительно необычно. Я во многих... Я играл во многие игры и... Ну... В них такие обычные здания, как бы из кирпича или из блоков. И улицы, они такие... Ну, они такие же, как здесь, но нету такого... Нету такой необычной прорисованности, я бы так сказал. Потому что... Они как бы уникальные все. Я вот посмотрел недавно данные... Женета. Мне стало интересно... Мне стало интересно более детально изучить эту... Тему с домами и... И... Узнать, действительно есть ли такие дома. Но, действительно, есть. И таких домов очень много. Что необычно. Но я, по крайней мере, в своем городе... Таких домиков не видел. С такими необычными крышами... И... Из камня. Ну, здесь, может быть, чисто для России это... Слишком дорого, может быть, такие дома ставить. Вот так вот, прямо из камня все улицы. Не то, что улицы, а целый дом вот так себе сделать. Это, наверное, стоит просто... Бешеных денег. Пожалуйста, не убивайте меня. Я ничего не сделала. Вот. Надо пахалывать. Ну, такая... Информации довольно мало про эту игру приходится... Где-то нашкрябывать ее. Или додумывать, скажем так. Но мне здесь все нравится. Необычный стиль этих улиц и всего остального... Это... Поддают необычности такой игре. И мрачности. Кстати, я как-то видел, что в Германии есть дома... Они чисто серого цвета. То есть... У нас, допустим, есть девятиэтажки, да, там... Пятиэтажки. Они такие... Желтого цвета, там... Белого цвета, когда как. А у них чисто такого серого. Но это не все дома, конечно. Это я говорю про... Про жилые дома, а не про... Личные коттеджи, скажем так. Или... Про личные дома, которые у них расположены. И они их строят сами, как могут. Но... В принципе, то, что они делают, это удивительно. Структура здания и... Стиль... Он довольно необычный. Мне нравится. Вот мы подходим уже к месту раскопок. Хельги фон Боу. Так, здесь мы провели... Здесь мы не можем залезть на секретное место. Здесь, что? Здесь и на этом уровне, чтобы на секретные места пройти, надо... Хорошо поладить, так скажем. Попрыгать. Ну, это вообще... Это долго. Я делаю. Поэтому приходится так напрямую проходить. Винные погреба, кстати, тоже неплохо сделаны в игре. Все, мы дошли до места раскопок. Нас уже встречают. Довольно мощно встречают нас, противники. Я все-таки думаю, что это... Места, вот эти деревни, дома взяты действительно из... Германии. Что действительно... Не то, что похоже. Ну так, приближенно чисто срисовали, походу. И закинули в игру. И кнопка заела. Ну, я теперь выбросил взрывчатку просто так. Что ж, друзья, вот мы и прошли. Часть. Переходим к следующей. Части прохождения. Пускаемся вниз. Мрачная тайна. Задание 2. Часть. 2. Катакомбы. По сведениям членам группы Крайза из Больфбурга. Эти катакомбы простираются по всей деревне и ведут в деревню церкви, в которой в наше время нельзя добраться другим способом. По нашим сведениям, там находится Хельга фон Волл. А также большое количество ее элитных стражей. И группа ученых их паранормального отдела эсет. Вам приказано пройти по катакомбам и найти эту церковь. Соберите все артефакты, которые найдете на своем пути, для их последующего изучения. Группа Крайза сообщает, что в катакомбах происходят сверхъестественные явления. Весьма вероятно, что это просто безноватые слухи. Но они исходят от надежного источника, и их следует принимать во внимание. Информаторы Крайза также выяснили, что профессор Земху часто приносит на место раскопок свой дневник. Этот дневник может пролить свет на его деятельность в замке Вольхенштейн. Задача – найдите дневник профессора Земху. Уничтожьте персонал паранормального отдела в катакомбах. Ну что ж. Продолжаем проходить. Мы здесь как на бойне. Я знаю, эти твари повсюду. Кто они? Откуда они взялись? Не спрашивай меня, никто мне ничего не говорит. Мой Бог, ты слышал это? Да, и лучше бы это было не так. Мы должны выбираться отсюда. Следуй за мной ко входу. Что? Лестница. Она уничтожена. Они заперли нас здесь. Приготовься. Они идут. Опля. А лестницы как бы и нет. Интересно, кому же понадобилось все-таки ломать лестницу перед выходом? Я думаю, что войдем так бесшумно. Соберем все ништяки, которые нужны. Так, где-то здесь. Нет, они меня чисто окружили здесь толпой. Но я все равно выберусь. Куда же я денусь? А может и не выберусь в принципе. Я вот долго думал над тем, как... Я помню, как играл в эту игру, когда более был молодой. Хотя в принципе я сейчас не такой старый. И вот этих, которые с щитами... Я постоянно не мог их пробить. Ну, из автомата. Потому что... От них пули отскакивают. От щита. То есть, трикошетят. И на близком расстоянии, если стрелять с автомата, то... Пуля может трикошетить и... И попасть в нас, то есть. А я тогда еще долго не понимал, почему... Почему, как бы, кто нас убивает. Кто меня убивает, кто стреляет и все такое. Потом только со временем я понял, что у них от щитов отскакивают пули. Причем так метко отскакивают. И черепки вот эти тоже. Ну... Необычная такая тоже придумка. Конечно, не так много игр я переиграл, но... Все же... Никакого я еще не встречал. С такими небольшими испытаниями сделано действительно прикольно. Так, здесь у нас засады. Кстати, там сказано было в сообщении, что под всем... Сейчас мы уберем штыки. Внизу вот здесь штыки были. Там сообщение сказано, что под всем городом простираются эти катакомбы. По всей деревне. Не знаю, я вот... Мне просто нравятся такие игры, как бы, с катакомбами и со всем этим. Это как... Заменяющая часть... Скажем так... Заменяющая часть реальных лазений по каким-то подвалам, катакомбам. Я не знаю, у меня какой-то... Интерес по... Лазить по всем... По всяким таким... Стройкам, там... Я не знаю... Каким-то подвалам. Нет, ну я сейчас-то не лазаю, в принципе. А когда был молодой, то вообще лазил только так. А сейчас, так как возраст у меня уже не для лазений... Да и как бы пачкаться неохота было. Хотя раньше вообще было как-то наплевать. Лазишь ты себе, там испачкался. Столько ощущений, там... Столько нашел где-то. Есть свет где-то, нет света. Кто-то где-то там... Живет. То есть... Да и вообще не только это. Вот эта сырость атмосферная такая... Какая-то... Обстановка... И тишина вот эта вот, и там... С крысами, с вот этими, это все. То есть, это все вызывало как-то интерес. Я до сих пор не могу понять, почему у меня такая... Мания где-нибудь полазить. Если я не могу в реальности где-то полазить... И... То я действительно, то я лазаю в играх. И в большинстве случаев выбираю те игры, где можно полазить по таким катакомбам в большей части. Ну... Сталкер, конечно, там сильно так не полазишь, но... Все равно. Мне интересно. Даже... Эти же люди, получается, они же тоже откуда-то брали идею. Может они тоже где-то в детстве лазили. И такие коп нарисовали. Идею для игры. Поместили ее в игру. И все как бы. И можно остальным как бы тоже полазить. Какая-то секретность такая прям необычная. Тайна. Ну что, мы продолжаем проходить. Кстати, пиши... Напишите в комментариях, если... Вам тоже нравится лазить по таким местам. Я чувствую, я из этих западений не выберу. Меня здесь окружили со всех сторон. А сзади тупит. Что-то неубиваемый такой отсюда. Все, разобрались мы с толпой. Да как запрыгнуть-то сюда? Обзор все еще. Пусть. Пусть горит. Катакомбы это, наверное, такие военные бункера. В случае военных действий каких-то, чтобы в них можно было прятаться. Или, я не знаю, скрываться. Мне вообще по жизни нравится все искать. Ну так, чисто поискать. Что-нибудь найти. Такое. Интересное. То есть, если... Я вот так думаю, если... Авторы игр и... Ну да, авторы игр и... Как это сказать? Создатели, вот. Если они помещают в игру все, что есть в жизни, да? Полазить там, поискать что-то. Действительно, эти игры будут рейкинговыми. Ну я так думаю. Обычные жизненные проблемы, которые всем знакомы. Обычные жизненные ситуации, которые также всем знакомы. И... Обычное такое прохождение... Игры... Где у тебя нет ста жизней, а есть только одна, как... В том же Марио, да? Необычная была игра. Такая хардкорная, прям... Я помню в нее, когда играл... Это было вообще жесть. Я, конечно, не разбивал там... Кучу джойстиков, как некоторые там об стену, об двойску. Но... Целыми днями напролет я точно за нее проводил. Так же и Контра, и все остальное. Но там было тоже интересно полазить по замкам. Каждый раз на новом уровне. Они были интересные, новые уровни. Интерес как бы тоже свой был. Блять, он меня сейчас спалит здесь. Этот самый опасный персонаж... Был. Если с ним остаться один на один. Ну что ж, друзья. Вот и мы подошли к последней... А, не к последней, а... Это была третья часть. Увидимся с вами в четвертой части прохождения. Всего доброго, друзья. Оставляйте лайки, подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии, друзья. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok